Новый Завет Самой центральной фигурой Нового Завета, конечно же, является Христос И, собственно, Иисус являет собой этот Новый Завет Он являет собой эту жертву Я хочу буквально сказать две мысли перед молитвой И которые я так немножко у меня возникли Что Старый Завет, он нам показывает определенную планку Определенные стандарты По которым мы должны жить, которые мы должны исполнять И за каждый проступок, за неисполненный закон Должна быть приносена в жертву кровь пролита И Новый Завет, он практически то же самое Но жертва у нас остается одна И особенность в том, что она действует только в том случае Если мы как бы принимаем эту жертву Мы отвечаем на нее взаимность Потому что эта жертва стала Как бы Иисус сам себя принес Бог принес своего Сына ради каждого из нас И теперь от нас зависит Если мы принимаем эту жертву То она становится активной Она как бы активируется И что самое интересное В этой жертве в Новом Завете Что уже в Ветхом Завете Она действовала Или скажем так Ее уже ожидали И Иов в 19 главе 25 стихом Говорит такие слова А я знаю, Искупитель мой жив И он в последний день Восставит из праха распадающуюся кожу мою сию И так же много людей Они ожидали того Искупителя Который станет жертвой за них Каждый из них Он имел такое откровение от Бога Что будет такой Искупитель И некоторые даже не могли умереть Потому что ждали этого Спасителя Этого Мессию И уже тогда этот Новый Завет Он как бы уже Скажем так Начинал действовать Потому что он был Все, кто уповали на Христа Все, кто уповали на Бога И ожидали эту жертву Которая станет Искупителем Которая станет Искуплением За их грехи За тех людей Которые были в Ветхом Завете Получается Это Новый Завет Он уже тогда начинал действовать Он был как бы вне времени Как сам Бог И нам важно понимать Что Бог, Он Когда создавал нас Он Я видел наш выбор в жизни И видел, что мы В лице Адама Сделаем неправильный поступок И Уйдем от него Но Он видел И хотел Видеть, что Видел тех людей Которые примут эту жертву И Откликнутся И Этот отклик Он будет Абсолютно Абсолютно Такой Знаете, как это сказать Он Он будет Происходить Из моего Личного желания То есть Меня никто не будет Заставлять Чтобы я принял Христа Это будет Абсолютно Добровольное Такое Решение И в этом Самая Есть большая Ценность для Бога Что Мы Узнав Христа Мы принимаем Решение Воспользоваться Этой жертвой И давайте Мы сейчас будем За это Благодарить И Также Пастор Напомнил Что У нас Есть Такая проблема В Украине И мы должны Молиться За нашу Украину И будем Также Молиться За каждого Человека В Украине Чтоб Каждый Из них Он Познал Христа Давайте Встанем И будем Молиться Будем Благодарить Бога